Без рева моторов и вредных выхлопов. В Казахстане прошел первый в истории автопробег электромобилей. В нем приняли участие транспортные средства разных марок, в том числе и нашей казахстанской сборки. Об этом расскажу в следующие несколько минут. Всем привет! В эфире Драйв. Меня зовут Сергей Корняков. Поехали! Субтитры предоставил DimaTorzok Электромобили казахстанской сборки. Это Jack IAV-7S. Первые экземпляры вышли с конвейера завода в Костанае. Компания Сарарка Автопром недавно получила сертификат. Сертификат, подразумевающий разрешение на серийное производство электромобилей. То есть электромобили были полностью изучены, испытаны, протестированы и получили одобрение на серийное производство. В ближайшее время автоэлектромобили уже выйдут в широкие массы, то есть их возможно будет приобрести. Уже сейчас можно звонить в дилерские центры, записываться на тест-драйв, пощупать, потрогать, испытать самим и договориться о приобретении электромобиля. Если вы задумываетесь о приобретении электромобиля, присмотритесь к этой модели. Она может стать самой доступной и практичной среди всех электрических транспортных средств, которые будут в продаже на территории Казахстана. Производители обещают, что приобрести Jack IAV-7S в наших автосалонах можно будет уже до конца текущего года. Уже скоро на заводе в Костанае начнется серийное производство электрокаров. Этим пробегом мы хотим показать, что эра электромобилей настала. Пора активно пересаживаться на них, улучшать экологию, уменьшать, даже не то, что уменьшать, а отбрасывать вообще в сторону такое понятие, как выбросы. Так как выбросы от автомобилей, это 70-80% загрязнений, которые идут в нашу атмосферу, это тот воздух, которым мы дышим. И место выбрано было Бурабай. Это Боровое, не просто так, это наш национальный парк, одно из чистейших мест в нашей стране. Планируем проехать более 500 километров. Но даже на полностью заряженной батарее эту дистанцию преодолеть не удастся. В ходе автопробега была запланирована остановка в городе Ак-Коле. Там расположена зарядная станция. Но таких заправок для электромобилей в Казахстане все еще недостаточно. Большая часть из них расположена в столице и в Алматы. У нас достаточно электроэнергии вообще в Казахстане. Кроме того, мы смотрим дальше. Вот смотрите, например, потребление электроэнергии для электромобилей, а выработка этой электроэнергии, она из каких источников? Тот же модуль, например, газ или это. То есть как бы с одной стороны экологично, с другой стороны нет. Теперь мы идем, наш центр международных технологий содействует тем процессам, чтобы в регионах Казахстана строились электростанции, ветровые станции, гидростанции. Сейчас новые направления – это геотермальные источники. То есть оттуда с солнца, с ветра идет энергия. Эта энергия идет по сетям и заправляются электромобили. То есть чисто, никаких вредов не наносится в окружающей среде. По данным исследований, до 75% вредных выбросов в наших городах от транспортных средств. В ближайшее время уменьшение их количества ожидать не стоит. По итогам четырех месяцев 2019 года на территории Казахстана было зарегистрировано всего пять легковых автомобилей на электрической тяге. За аналогичный период 2018-го их было 22. Для того, чтобы использовать электрический транспорт, нужно иметь инфраструктуру и зарядные места, парковки. В городах Казахстана уже такие имеются. 109 уже заправочных станций существует. в столице, в Бурсултане и в Алматы. Есть уже конкретные примеры. Вот мы слышали одного из участников круглого стола из Алматы. Примеры, когда, используя свой электромобиль так, в устойчивой практике, можно даже не пользоваться зарядными устройствами. То есть, можно заряжать просто ночью. Конечно же, очень важно смотреть на расстояние между городами. Для этого нужно привлекать инвестиции и внимание бизнеса, который должен это внедрять в свои практики. И, как показали обсуждения на этом круглом столе, уже есть конкретные примеры. Тем временем, ведущие автопроизводители в мире удвоили инвестиции в электромобилестроение. Вложения на создание и расширение мощностей достигли 8,5 миллиардов евро. Результаты основаны на публичных данных 16 автопроизводителей из Германии, Японии, Франции, США и Южной Кореи. При этом, китайские автопроизводители не были включены в исследование. Компания BMW представила обновленный X1. Кроссовер получил измененную внешность, новые материалы отделки салона и гибридную модификацию. Отличить рестайлинговый BMW X1 от предшественника можно по ноздрям решетки радиатора, которые увеличились в размерах и соединились между собой. Помимо этого, у кроссовера поменялись фары и рисунок фонарей, оформление бамперов и размеры воздухозаборников. Также цветовая палитра пополнилась новыми оттенками. Что касается технической составляющей, то здесь наиболее интересным кажется появление X1X Drive 25E. Силовая установка такого автомобиля состоит из 125-сильного трехцилиндрового турбодвигателя и электромотора мощностью 70 кВт. Гибрид может на электротяге проехать до 50 километров и в комбинированном режиме потребляет 2 литра топлива на 100 километров. Японский концерн подтвердил, что новый компактный электромобиль «Хонда Е» не будет оснащаться боковыми зеркалами заднего вида. Их заменят камеры и мониторы. По словам инженеров «Хонды», это позволит снизить аэродинамическое сопротивление на 90% в сравнении с обычными зеркалами. В конечном итоге это повысит общую эффективность автомобиля на 3,8%. Сообщается, что именно на такую величину упадет расход топлива за счет данного новшества. Важно отметить, что камеры смогут работать в двух режимах – нормальном и с более широким углом обзора. Во втором случае удастся сократить слепые зоны минимум на 10% в сравнении с зеркалами. Специальное водоотталкивающее покрытие линзы будет предотвращать попадание воды и грязи на объектив камер. Между тем, фишку с электронными зеркалами уже применяют на некоторых автомобилях. В частности, она предлагается для седана Lexus ES и электрического кроссовера Audi e-tron. Все наши программы об автомобильном транспорте в Казахстане вы можете найти на сайте 24.kz в разделе «Телепроекты». Вы смотрели программу «Драйв». Меня зовут Сергей Корняков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok